Ваше желание быть в составе МАКИ или не быть в составе МАКИ? Или вы просто хотите действовать как служение и исцеление в рамках своей церкви? Второе. Прочесть книгу Ирины Беловой сможешь выздороветь и остаться в живых? И начать её практиковать в своей жизни и жизни своей семьи, своих братьев и сестёр в церкви и так далее. Почему мы это рекомендуем? Не потому что мы хотим продать вам что-то. Мы просто... Эта книга не товар, это книга-инструмент, который позволяет нам быстро и эффективно передать вам те знания, которые у нас есть. То есть это откровение, которое имеет Ирина, которое в её жизни сработало, и этим откровением мы хотим поделиться. То есть для того, чтобы пересказывать это всё, вот даже этого времени, которое мы с вами здесь проводим 3 дня, или там 2,5, не хватит. Там оно изложено. Вы к нему можете обратиться и в любой момент основные вопросы этого откровения для себя открыть, решить, понять. И таким образом, для того, чтобы нам с вами общаться на одном языке, нам нужно первое, как бы вложить в вас ту информацию, которая у нас уже есть, чтобы мы не тратили на это время. Поэтому вам нужно эту книгу прочесть и начать практиковать. Потому что просто поставить её на полку мало. Она не работает. У нас там наверху сидит сестра, которая в какое-то время даже не прочла её, она просто поставила на полку. Но когда потом пришёл диагноз, её побудило что-то порыться в своей библиотеке, она её нашла и поняла, что это ответ на её проблемы. Короче, это важный момент. Следующий. Скачать в интернете семинары Кари Блейка. Там есть 3 семинара Кари Блейка. Мы рекомендуем это. Почему? Потому что это наиболее сегодня сильное учение в области исцеления и освобождения. Оно наиболее структурировано. Оно многолетним опытом доказало, что оно работает. То есть люди, прослушивая эти семинары, принимают для себя исцеление. И второе. Он не просто даёт семинары для того, чтобы исцелиться. Он говорит, если вы получили, вы имеете ответственность теперь. Вы имеете ответственность не только для себя сохранить это исцеление. Вы имеете ответственность, это слово, которое вам дало здоровье, утверждение в слове, жизнь, поделиться этим, пойти и поделиться. У него много есть свидетельств о том, как старые бабушки, которые уже собирались на небеса, они прослушивали эти семинары, исцелились, ну одна, по крайней мере, сестра полностью исцелена была. И уже является миссионером, там, несколько лет в Австралии. Там много-много-много у неё уже церкви открыты. Короче, Кари Блейка мы рекомендуем. Но мы пишем так же. Если вы хотите, основную цель мы всегда помним, открыть комнату исцеления в своём городе или в своей церкви. Для чего эти семинары? Или, вернее, как с ними работать? Не только прослушать, активно прослушать эти семинары, ожидая оправления разума, исцеления тела. Если вы планируете создание служения, рекомендуем уделить время совместному просмотру и последующему обсуждению во время молитвенных собраний инициативной группы будущего служения для формирования команды служения. То есть вы собираетесь вместе, включаете телевизор, включаете компьютер, включаете там DVD, его можно скачать, эти семинары, они бесплатные. И вы вместе молитесь и слушаете. И Дух Святой вам, как служителям, как команде, как людям, которые соединены уже, раз вы собрались в одном месте, сто процентов это Бог вас собирает. Потому что люди не собираются ради того, чтобы слушать Слово, не поводить их в Слово Духа Святого. То есть Бог уже с вами что-то будет делать. И вы молитвенно слушаете эти семинары, принимаете Слово Божье, и Дух Святой каждому из вас что-то показывает. Вы обсуждаете вопросы, вы разбираетесь в Слове, вы утверждаетесь в этом, вы сращиваетесь этим Словом, как одно целое, как кулак, как единое целое, как команда, которая завтра будет выступать против нечистых сил. Аминь? Аминь. Следующий вопрос, следующий пункт. СНЛ смотрите здесь, да? Да. Эндрю Уобака. Да? Слава Богу. То есть это учитель, который нам дал, скажем, более понятно, более обоснованно, или, скажем так, прозрачно два откровения. Разницу между Ветхим и Новым заветом, мы уже не те, которых Бог может или хочет наказывать какими-то своими, там, даже стихийными бедствиями. Да? Мы уже дети Божьи. Уже жертва Иисуса Христа состоялась, произошла. И теперь нам не нужно отвечать за грехи своих родителей, предков и еврейского народа до Голгофского креста. Второе — это дух, душа и тело. Это ещё одно откровение, которое говорит, что да, мы, люди, живущие здесь в теле, которое может болеть, может испытывать давление нечистых духов, может подвергаться какими-то внешним воздействиям этого падшего мира. Но наш дух, который должен управлять нашим телом через душу, волю, разума и эмоции, он посажен на небесах, одесную Бога, мы совершенны, в нашем духе уже не может присутствовать грех, мы не можем ничего улучшить нашими усилиями или даже какими-то делами, мы не можем это, мы уже одесную Господа. И этот дух, который одесную Господа, он должен управлять нашим разумом, волей и эмоциями через эту душу, тело. Тело должно отрасли, как я говорю. Аминь. Вот эти два откровения очень важны. Там есть еще много у него учений. Вот эти два откровения очень важны для служения и исцеления освобождения. Поэтому слушайте на СНЛ. Эндрю Уомака, есть его книги, он есть в интернете. Следующее. Прослушать одный семинар комнаты исцеления, который был в Риге в 2009 году. Здесь есть ссылка, его можно прослушать онлайн, можно скачать, то есть тоже есть материалы. Следующее. Изучить методические рекомендации по открытию комнаты исцеления. Здесь есть ссылка на электронный документ. Там сегодня продавались несколько книжек, всего я привез, потому что я не думал, что будет так много интересующихся комнатами исцеления. Но слава Богу, что вы есть, слава Богу, что Богу покоснулся ваших сердец. Я через Евгению Михайловну передам сюда еще книжки, если вы будете ей звонить. Ее телефон теперь будет разрываться от звонков из Кременчука. Спасибо тебе, Господь. Есть помощники. То есть изучить эти методические рекомендации по открытию комнаты исцеления. Там в принципе изложены принципы организации комнаты исцеления с точки зрения международной ассоциации комнаты исцеления, частью которой мы являемся. И там подробно рассказано о том, что все начинается с молитвы, о том, что все начинается с организации или сращивание команды ходатая, о том, что нужно просить у Господа, чтобы он показал место, где собираться, время, где собираться, чтобы он открывал слово. То есть то, что мы сегодня с вами и разбираемся. Следующее. Ознакомиться с рекомендуемой литературой для служения. То есть есть список литературы, которую мы там постоянно пополняем. Просто можете ознакомиться, можно прочитать. Я думаю, что из вас каждому рекомендуем прочитать ее. И реально там можно конспектировать, потому что это нужно вам для последующего служения. Мы очень быстро в нашем служении продвигались с прошлого года, когда у нас начался такой бурный рост, только потому, что мы много всего перелопатили. Мы действительно использовали опыт других служений, служителей, исторический даже опыт генерала Веры. Это все есть в книжках. Мы когда-то... Ну, для меня, допустим, Дерек Принц открылся особенно. Потому что когда-то я считал его таким, ну, ветхим каким-то, да? Тем более он уже отошел к отцу. Все. И мне казалось, что как бы пылью так припорошено чуть-чуть. Но когда я столкнулся с нечистыми духами, я начал читать, перечитывать Дерека Принца. Я чуть-чуть услышал, потом обратился и начал читать. И абсолютно по-дому это все открывается. Потому что он реально все свое... время, жизненное служение, он все время этим занимался. Реально. И поэтому вся литература обрела жизнь, живое. Потому что я с этим столкнулся, я понимаю его переживания, мне легко воспринимать эмоционально. Я воспринимаю это слово очень хорошо. И это, более того, это конкретно рекомендации для служения. Это нужно каждому из вас. То есть есть список такой. Дальше есть, значит, пройти школу для служителей исцеления в Киеве на базе миссии Путь или там, где такая школа проводится миссией. Есть календарь, там ссылка на календарь. То есть вот вы сегодня проходите базовую школу. Реально после этой школы, если вы не остановитесь, если вы будете действовать в соответствии с теми рекомендациями, которые мы даем, у вас всё есть. Слово Божье в вас. Дух Святой в вас. Вам нужно просто согласиться, послушаться и начать возлагать руки. Тишина какая. Внутренний трепет какой-то ещё. Не верится, да? Завтра у нас будет служение. Завтра мы будем возлагать руки друг на друга. И вы увидите, что это будет происходить. Алло, вы. Так, извините, что здесь. Сейчас. Дальше. То есть пройти школу. Пройти служение комнаты исцеления в миссии. Или в ближайшей сертифицированной ассоциации комнате исцеления. Значит, мы считаем, что необходимо каждому служителю пройти комнаты исцеления. Мы предлагаем, допустим, лидерам, которых Бог покажет, приехать в Киев к нашу комнату исцеления. Мы проводим комнаты исцеления по понедельникам, четвергам. Мы выделяем два часа на каждого человека, потому что это не просто как вот в ассоциации там один рекомендуют 20-30 минут. Но у них часто люди приходят в комнату исцеления. У нас, вероятно, такая культурная специфика или там национальная специфика. У нас люди очень много носят в себе долго. К сожалению, в протестантских церках, не знаю, как у ваших, здесь в Пременчуге, наверное, это только в Киеве. Институт исповеди, в православной церкви есть исповедь, знаете, да? Маталлическая точно есть. Но вот в православных церквях, вернее, в протестантских церквях Киева этот институт, он недооценен. Люди приходят, многие на комнаты исцеления и говорят, мы не можем этим поделиться с нашим лидером домашней группы, мы не можем этим поделиться с пастором. Иногда я знаю, что со старшим пастором нужно ждать встречи там месяц, определенный день и то времени немного. Поэтому есть моменты, которые мы, ну не то, что мы исправляем, просто у нас нет другого выхода. Мы верим в то, что если человек исповедует грех или исповедует ситуацию, которая была, сатане не за что будет цепляться. Мы выносим во свет ситуацию и завтра сатана уже не сможет сказать, никто об этом не знает, ты можешь это никому не рассказывать. Нет, даже мы там братья собираются просто в комнаты исцеления, мы делимся такими вещами, что мы с сестрами не можем проделиться. Потому что есть вещи, которые нам нужно исповедать человеку, не только Богу, человеку, глядя ему в глаза, для того, чтобы понять, что Бог уже вскрыл эту ситуацию. И когда у нас есть ответственность друг перед другом, мы заключаем определенный завет с человеком, мы помогаем друг другу таким образом поддерживать друг друга. молитвенно, каким-то образом отчитываясь друг перед другом, если есть какие-то проблемы. И таким образом сатане не за что зацепиться, он не может в темноте действовать. вот это занимает у нас достаточно длительное время. Мы просим человека рассказать о том, что было в его жизни. Потом мы молимся, иногда это бывает гораздо короче, бывает там 15-20 минут тоже так же, как на кинге. Но чаще длинно, по крайней мере первое. Вот на такое вот комнату исцеления мы приглашаем как минимум лидеров. А потом лидеры, приезжая сюда, могут уже здесь провести, допустим, комнату исцеления для своей команды. А потом эта команда начинает уже служить тем людям, которые будут стоять в очереди. Потому что мы это видим. У нас иногда 2-3 недели люди ждут, чтобы попасть на комнату исцеления. Скорая помощь у нас идет без очереди. Там сложные случаи или там раковые больные, у кого нет времени ждать. Но если человек, есть возможность у него там почитать, походить на наше служение, где мы делятся школой, словом, человек, пребывая в этом присутствии Божьем, он учится принимать молитву, он учится пребывать в слове, он учится молиться и готовится сам к принятию молитвы. И таким образом он лучше подготавливается к молитвенной комнате, комнате исцеления и легко принимает и легко освобождается. Аминь. Аминь. И потом служители или лидеры комнаты исцеления, они должны поучаствовать в комнате исцеления уже как участники, как ассистенты, то есть у нас три человека всегда молятся за одного пациента, за одного гостя, лидер и два ассистента. Вот в качестве ассистентов они могут попробовать и под нашим надзором, контролем они могут попробовать даже в качестве ведущего. После этого мы видим, что да, человек понимает, о чем идет речь, человек понимает, как слово работает, понимает, как он может действовать и такого брата или сестру можно поставить уже на самостоятельное служение. После этого мы оформляем анкеты и отправляем в Международную Ассоциацию Комнаты Исцеления. После этого через месяц приходит сертификат на Комнату Исцеления и на каждого из директоров. И таким образом вы уже действуете, как официальная комната исцеления, которая зарегистрирована в Международной Ассоциации Комнаты Исцеления. То есть на Украине пока еще отдельной ассоциации нету. На Украине зарегистрированы мы как миссия Путь, которая является представителем Международной Ассоциации Комнаты Исцеления в Украине. И мы планируем, когда такого количества комнаты исцеления переварят через 14, там 15, потому что по законодательству всеукраинскую организацию мы можем регистрировать только после появления 14 осередки в разных областях. После этого мы зарегистрируем ассоциацию такую украинскую, как сейчас в Минляндии, как сейчас в других странах, где есть уже много комнат исцеления. И тогда мы будем как общественная организация, которая будет заниматься распространением, обучением, подготовкой служителей комнаты исцеления, как официальная организация. Сейчас пока одна общественная организация с логализацией. И самое главное начать служить людям. То есть вы реально после этого, после этой школы вам нужно уже пробовать, вам нужно уже просто возлагать руки и молиться за больных. Аминь. На самом деле, что еще у нас есть здесь на сайте? Я могу еще пару минут слушать. 13-40. Значит, кроме этого, кроме этого, на сайте что еще есть? Есть такая страничка, которая называется «По скорой помощи». Если вам нужна скорая помощь. Видно? Вот она. Я на нее кликаю. Я тоже перехожу на такой же списочек. Что тут есть? Это для тех, кто первое, не может доехать на ближайшие комнаты исцеления. Допустим, пока еще в Кременчуге нету комнаты. Многим нужно понять, что делать. Или там откуда-либо звонять из области. Что нам делать? Вот мы хотим приехать, но мы не можем приехать. Можете ли вы приехать к нам? К сожалению, пока мы не можем приехать к одному отдельному человеку. Мы понимаем, что это страшно, это неправильно. Но нам нужны поэтому вы, чтобы вы, находясь в этом регионе, могли бы ехать к такому человеку. Понимаете? Вам здесь ближе подъехать три остановки на маршрутке, или зайти в какую-то больницу, или подъехать в какое-то село недалеко, чем нам 4-5 часов ехать из Киева. Нам нужно создать вот эту большую сеть служителей, которые верят в исцеление, которые видят, как Бог действует под их руками, и которые могут подойти к такому человеку и с верой возложить руки. Здесь написано, что первое, вам нужно опять же прочесть книжку, потому что она помогает. Мы сегодня видим, что люди, которые никогда не знали, как выйти, так же, как Ире, этим людям сегодня нужно узнать, что кто-то прошел через это. Кто-то прошел и болезнь отступила. И вот эта соломинка вот в этой книжке. Поэтому прочитать книжку, начать ее практиковать, внимание особое обратить на приложение, что я делала, когда выходила из болезни. В конце книжки есть такое руководство, там несколько пунктов. В принципе, мы его и здесь изложили. Второе, принять крещение Святым Духом. То есть, если человек неверующий, ему нужно покаяться. Если человек верующий, следующий шаг это принять крещение Духом Святым. Я не буду много говорить о том, что я. Третье, читать Писание. Пребывание в слове очень важно. Болезнь работает в тяжелых случаях и в легких случаях. Болезнь работает 24 часа в сутки. Что мы можем противопоставить ей? 15 минут молитвенной языка, полчаса чтения трех глав из Писания, остальные 22 часа 30 минут. Нам нужно погрузить этого человека, если это наш близкий, или погрузиться самому, если эта болезнь атакует мое тело. На 24 часа нам нужно погрузиться в среду слова, потому что только срок слова, проникая до разделения души и духа, проникает на духовный уровень, где есть корни болезни. Потому что таблетки не проникнут туда, лучи не проникнут туда, скальпель человеческий не проникнет, только слово, проникая до разделения души и духа, оно проникает до уровня корней болезни. И оно может изменить ситуацию, переломить. Поэтому среда слова должна окружить этого человека, меня или моего родственника на 24 часа. Как это сделать? Молитва на языках пока есть силы, чтение слова пока есть возможности. Если уже человек устал, он спит, отдыхает, это понятно, он в тяжелой ситуации, включите ему просто Евангелие или проповедь Ирины или Карри Блейка и пусть это слово работает. Дух не спит, он всегда бодрствует и он всегда будет принимать это слово, которое будет входить в него. И дух будет становиться сильнее, человек находясь в этой среде слова, он через какое-то время сможет сказать радами Иисуса я исцелен. Понимаете? Поэтому мы рекомендуем читать Писание 4 Евангелия и Деяния много с просьбой к Духу Святому открыть два момента. Первое, кем я являюсь в Иисусе Христе? Потому что мы защищены от болезней, от немощи, от проклятий только когда мы в Иисусе Христе. Когда мы выглядываем или высовываем пальчик из-под его покрова, мы выходим на территорию, где действует четко закон возмездия за грех, смерть. И Сатана кроме пальчика оттяпает по плечу, если оставит ухо поэтому нам нужно находиться в нем. Человеку, который страдает от болезни, нужно войти в него, покрыться им и быть в нем. Только в нем и не давать болезни. Если мы в нем, болезнь до нас не достанет. В нем нет болезней, в нем нет проклятий, в нем нет боли и немощи. Мы должны находиться в нем. Поэтому нам нужно понять, как слово говорит о том, что мы в нем, в Иисусе, во Христе. Поэтому акцент на этом должен быть. Второй акцент. Как Иисус действовал, когда Он исцелял? Он никого не выгнал, Он никого не отложил исцеления на завтра, Он скажем так, не исцелял там только, где в Него не верили, как в Мессию. Вернее, не люди не могли принять исцеление, потому что они видели в нем человека. Они видели в нем канал для силы Божьей. Точно так же, как мы, когда у нас появилась группа на Левом берегу, на Иру смотрели не как на человека, которого они знали много месяцев, как в нашей группе смотрели, смотрели как на человека откуда-то там из радио и эфира. Они услышали о ней по радио, они прочитали книжку, и они понимали, что что-то Бог делает через это служение. И они просто принимали от нее как действительно через канал от Бога. И там начали проявляться исцеления очень быстро и ярко, сильно. Бесы просто выходили сами. Мы никогда с этим не сталкивались, расскажем. Следующий пункт. Молиться на языках много. Написано пока есть силы. Это я говорил уже. Следующее. Скачать в интернете семинары Кари Блейка, то же самое, и активно прослушивать их. Смотреть на телеканале СНЛ Эндрю Омака. Следующее. Слушать школу исцеления Ирины Беловой сможешь. Потому что это слово тоже обновляет разум. То есть человека нужно наполнить словом до избытка, чтобы не было места никакой неправильной информации, чтобы обновление разума было в полноте, чтобы не закрадывалась мысль, а может быть вот все-таки где-то есть какой-нибудь еще путь полегче, попроще, потому что мы же трудно дотянуться до невидимого Бога. Может есть человеческий метод, легче таблеточку бросить, легче пойти к врачу и может он что-то успокоит. Он может успокоить, только тем, у вас нет другого выхода. Давайте резать. Слушать Евангелие. Если у вас нет проповедей, если нет слова семинаров каких-то, школ, просто купите диск Евангелия, есть в интернете, есть просто где-то на раскладках, пусть Евангелие обновляет разум. Четыре Евангелия плюс Деяния Апостола. Это основное, что особенно для тех, которые не знали Бога долго, или которые недавно во Христе, им нужно пребывать в Евангелиях и Деяниях, посетить служение миссии путь или ближайший вашему месту жительства служение исцеления, записаться на комнату служения исцеления. То есть есть то, о чем мы говорим, создание сети комнат исцелений или служений исцелений, которое будет работать для всех, чтобы человек, находящийся в Норильске, в Урюпинске, мог зайти на этот сайт и увидеть. Рядом со мной есть какие-то служители, которые в это верят. Вот здесь есть ссылочка друзья сайта комнаты исцеления. Я на нее кликаю, я перехожу на сайт, который называется Международное Содружество Служение Исцеление И Освобождение. Тут есть карта. Кременчуга еще нет, но после этой нашей поездки уже будет. Вот такая карта и каждый значочек это служитель или служение, которые согласились быть нашими партнерами. С кем-то мы познакомились и эти люди верят так же, как мы. И мы верим, что мы можем этим людям позвонить и предложить им помолиться или служить кому-то, кто находится в этом регионе. Больше пока всего на Украине. Тут Россия еще разворачивается, у меня просто не хватает времени заполнять все. но по крайней мере есть тут уже какие-то можно кликнуть на какую-то трубочку, допустим, комната исцеления Рязань, комната исцеления, лидер Олышкина, Светлана, скайп, такой-то необходимо предварительная запись. То есть можно связаться с человеком, записаться, если вы где-то рядом, подъехать или попросить, чтобы они подъехали. И таких точек должно быть много, чтобы человеку не надо было ехать через весь Советский Союз, чтобы за него помолились. Верующие есть везде. Вопрос в том, знают ли они о том, что они уверовавшие. Используют ли они ту силу, которая в них есть на сто процентов. Или Сатана обманул и сказал, что достаточно кормить ватрушками людей, которые находятся. Понимаете? Вот для этого мы, собственно, и приехали и мы надеемся, что после этой школы вы начнете двигаться в этом. Мы верим в это. Потому что без этого дальше сидеть на скамейках уже бесполезно. Аминь. Чтобы закрыть тему, вы утверждали сегодня больше, вы должны дополнить, что вы должны дать им всем. Не слышно? чтобы закрыть сейчас тему, утверждаясь горе Божьей, мы должны просто всем своим сердцем согласиться с тем, о чем мы говорили сегодня и вчера и утвердить. Я принимаю верой стопроцентное исцеление. У кого низ живота, то ли это женские органы, то ли это вот прямо посередине, низ живота. Низ живота. Есть какой-то дискомфорт? Положите руку на себя. Я думаю, что не дьявна только вы. Положите руку на себя. Во имя Иисуса я связываю эту боль прямо сейчас. Во имя Иисуса. И ты источник этой боли. Уйди и не возвращайся. Во имя Иисуса Христа. Это приказ. Во имя Иисуса. Воля Божия исцеление стопроцентное везде, всегда. Потому что он любит безусловно. Точка. И следующее. Я не буду развивать и расширять эту тему, но я хочу сказать, что его также воля в том, чтобы мы приняв волю Божью источали это. То есть я принимаю твою волю Господь, я подчиняюсь твоей воле, я смиряюсь твоей воле Господь, и я желаю это распространять как глухание о тебе. Поэтому больных исцеляйте, бесы возгоняйте. Это воля Божья. Это воля Божья. И там, где этого не происходит, где полнота Евангелия? Это все в одном, понимаете? Это есть воля Божья. Это было всегда. Даже Димка спросил у меня, слушай, мы гоняемся за всеми биографиями и за всеми книгами, которые описаны о Божьем генералу. Мы таким наслаждением читаем об этом. Мы вдохновляемся там. Почему? У них были особенные проповеди. Бог не меняется, слово не меняется. Ну, да, они были чудесные, но не потому люди собираются и кучкуются вокруг этой информации. Почему? Это было пробуждение. Там, где они становились и провозглашаемые в Евангелии, совершались чудеса исцеления, освобождения. Это нужно было тогда, это нужно и сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok,